здравствуйте приветствую вас на канале европлант life и сегодня мы с ольгой бондаревой хотим поговорить про удивительные растения прострелы они же сон-трава постольку поскольку ольга у нас помимо всего еще является именно законодателем моды и трендов в садоводстве то вот эти вот растения можно сказать что в моду в последнее время ввела именно она я правильно говорю ольга это небольшое привлечение но в целом наверное это так не будем скромничать не будем расскажите откуда вдруг вы решили заняться прострелами как интродуктор как селекционер как коллекционер на самом деле прострелы пульсатила это такой интересный род на мой взгляд он вообще идеален для коллекционирования почему во первых он небольшой и конечный то есть это там порядка 25-30 видов они все из довольно сурового климата то есть они подходят для выращивания в наших садах они хорошо растут хорошо зимуют очень декоративные практически все что удивительно обычно в каждом роду есть такие гадкие утята которые не очень хороши прострелы красивы все то есть ты можешь собрать коллекцию которая будет практически полный это очень интересно вот с точки зрения садоводства ну это полностью коллекционный род на мой взгляд то есть использовать прострелы в ландшафтом дизайне достаточно сложно их потому что их невозможно так просто сажать просто делить до перемещать с места на место или там каким-то образом они размножаются не так легко поэтому вот для любителей для тех кто любит посмотреть на какие-то необычные красивые цветки это идеальная штука для ландшафтников но может быть под большим вопросом почему это заинтересовало меня когда я заинтересовалась этим родом кроме прострела обыкновенного у нас культуре в садах найти было практически нечего больше того когда я брала например флору ссср до большую такую книжку я читала сколько у нас во флоре прострелов я вообще не понимала где это все то есть наша большая прекрасная страна такой в общем интересный красивый род описание читаешь они очень сочные крупные цветки да там разные окраски я даже не могла найти фотографии этих растений в интернете который тогда конечно был намного уже и в нем было на порядке меньше информации и в одну из моих самых первых экспедиций я поехал в общем именно с целью найти один из видов этого рода прострел желтеющий вот это была поездка в пермский край под кунгур город где расположена всем известная пещера вот как раз на речке сыве протекает на известняковых скалах я впервые увидела вот этот прострел желтеющих прострел желтеющий впоследствии я получала семена из совершенно разных регионов нашей страны и у меня собралась к даже отдельная коллекция именно растения из разных мест конкретно этого вида он один из самых красивых в роду желтые крупные цветки которые цветут до того как появляются листья практически из земли у них такое пушистое перламутровое опушение снаружи они выглядят как цыплята в гнезде или утята даже яркие нежные такие беззащитные при этом на самом деле очень сильные потому что это растение совершенно зимостойкое то есть вот в природе например урала она растет на скалах которые зимой оказываются практически без снега даже там пень знаю при минус 40 то есть это вот был один из моих первых трофеев да сразу как бы вот говоря о прострелах в природе практически все виды этого рода занесны в красные книги региональные или общую красную книгу нашей страны потому что как у многих лютиковых у прострелов достаточно затруднено семенное прорастание они довольно медленно развиваются из семян они очень красивы когда цветут и люди собирают их на букеты тем самым лишая растения производства этих самых семян тащая растения выкапывать растения в природе не имеет особого смысла потому что большие кусты имеет очень развитую глубокую большую корневую систему часто со стержневым корнем она повреждается при пересадке и такое растение даже если приживается в саду она вычахнет несколько лет и все-таки уходит идеальный способ размножения прострелов это семена семена можно но сейчас они доступны у коллекционеров у меня там еще есть несколько людей которые тоже собирают этот род вот семена но если есть возможность это самый щадящий способ привнесения из природы вот какой есть ассортимент прострелов окраска цветков до цветут они все весной то есть массовое цветение этого вида это весна начиная там одни виды в конце апреля другие до середины мая в общем каждый цветок цветет недолго но зато на взрослом кусту цветков может быть и 20 а там на вульгарисах и 30 штук то есть достаточно долго долго живущие кусты которые с каждым годом становятся все больше цветение выглядит всегда феерично то есть ни один из посетителей сада если цветет прострел не пройдет мимо фотографии это отдельное удовольствие фотографировать этот род потому что этот цветок можно снимать с каждой стороны и он себя проявляет совершенно по-разному ты смогуешь этот вид то как повернута головка к солнцу как просвечивают сквозь вот этот солнечные лучи ну это вот совершенно фантастическая вещь это прекрасное растение для разглядывания колористика но естественно поскольку прострел обыкновенный европейский вид он дольше всего в культуре его описал еще линей его знали европейские садоводы очень давно то основная масса форм и цветовых форм и даже там какие-то такие они полу махровых форм принадлежит именно этому виду все остальные в общем достаточно ограничены в цветах тем не менее многие виды вариабельные вульгарис прострел обыкновенный имеет огромную палитру цветков от чисто белого через бледные очень благородные тона персиковые розовые да да у темно-фиолетового насыщенного фиолетового там светло-сиреневого совершенно неоново-красные да то есть вот это вот вся палитра ну только что желтого и синего нет остальные тона они все присутствуют остальные виды менее распространенные у них тоже существуют цветовые формы просто поскольку их начали отбирать в том числе и наши интродукторы не так давно они очень мало распространены все прекрасны когда ты собираешь первоначально коллекцию это в общем сажаешь растение рад что у тебя зацепилась хотя бы что-нибудь со временем выяснилось что прострелы многие легко гибридизируют друг с другом да если может быть там среди других видов других родов это интересно с точки зрения селекции в прострелах на самом деле это провал потому что тот самый прострел вульгарис у него видимо очень сильные гены и когда он гибридизирует с другими в результате получается в посевах практически вот вульгарис вульгарис он забивает всех поэтому если у вас есть коллекция ли вы в ее сам только собираетесь пополнять до каждый сорт каждую форму каждый вид прострелов крайне желательно во первых сажать по нескольку экземпляров рядом чтобы они опыляли друг друга и как бы при этом сохранялась частота формы с одной стороны с другой стороны вот эти группки разных растений разносить в пространстве она как можно дальше расстояние то есть ну хотя бы метров 10 потому что чем дальше они расположены тем меньше вероятность что пчелка перелетит с одной группы на другую опылит разные виды или там разные формы введет их в грех между собой и испортит там всю вот эту вот чистоту крови отдельных каких-то сортов вот такой интересный рот до семена опять таки то есть прострелы плохо делится хотя это для некоторых видов возможно то же самое вульгарис особенно его культурные формы раз в несколько лет в общем можно их выкапывать и в принципе там куст распадается на какие-то такие отдельные кусочки делать это как ни странно лучше всего вот рано весной во время цветения но большинство видов все-таки не так толерантны к выкопки и к пересадке и тем более к делению и те же прострелы желтеющие когда ты выкапываешь ты видишь что там в общем один корень поделить его невозможно как невозможно поделить морковку да то есть в этом случае у нас остаются в плане размножения только семена семена прострелов сами по себе в общем такая очень интересная штука и вообще прострелы когда плодят когда их семена уже почти созрели сами по себе вот эти семенные головки за счет того что у семени длинная ость она опушенная они выглядят очень достойно и у многих видов растения в семенах выглядит чуть ли не лучше чем растение в цвету они же не эфемероиды у них и листья они вегетируют до конца сезона но листья правда концу сезона там часто немножко там повреждаются не знаю там ржавчина еще чем то то есть они не очень декоративно там тем не менее этот куст он остается прелесть прострелов все-таки в их цветках то есть как там с точки зрения листвы ты потом летом не замечаешь этот куст в общем то вот семенные головы прекрасные например прострел даурский который может быть люди которые видят его цветки говорят ой ну это как-то что-то такое невзрачное хотя на мой взгляд неяркая окраска цветков компенсируется его изяществом зато эти головы с длинными седыми такими патлами семена крошечные при этом ось длинная это все может развиваться на ветру опять-таки когда подсвечены вечерним солнцем то есть совершенно фантастическая штука и вот эти вот ости с пухом у прострелов существуют для того чтобы семена немножко разлетались по ветру с распространялись движущимся воздухом и потом ввенчивались в почву некоторые любители я правда этим никогда не занималась но знаю что люди любят съесть прострелы дома не отламывая ость то есть принципе для всходов у семечка ости это не нужно и можно отломать положить семечко она будет сходить но особая медитация в том что когда ты кладешь семя с остью под действием влажности есть буквально на глазах начинает вращаться и семечка у тебя на глазах увенчивается в грунт штопор да как штопор вот ну то есть это конечно чистой воды естества и такое вот какое-то желание вот увидеть как это происходит в природе наверное вот для посева семян этого не нужно семена прострелов сходят но у большинства видов есть особая группа которой нужна стратификация но у большинства доступных видов они всходят просто будучи положенными на поверхность грунта они светочувствительные то есть присыпать их грунтом нежелательно да то есть это раскладываешь если ты сеешь дома ты раскладываешь просто на поверхность влажного грунта да там чуть-чуть их прижимаешь ставишь на подоконник лучше это делать марте когда достаточно уже солнечного света да и ты просто там смотришь ставишь это все в тепличку и ждешь всходов дальше как бы ты действуешь как с любой другой рассадой предохраняя там их от черной ножки поливая когда это нужно да и там пикируя состояние двух-трех настоящих листов с другой стороны вот мне например понравилось последние годы сеть прострелы под зиму то есть это примерно то же самое как ты поступаешь там с другими холодостойкими многолетниками семенами когда там элементарная стратификация зимняя сеешь семена осенью если ты их вот только что получил купил да и весной они прекрасно всходят и не нужно там бороться с черной ножкой которая бич только домашних посевов ну вот я знаю что когда рассадным методом размножаются именно прострелов то они вот на грунте лежат наверное примерно месяц вообще практически без движения это очень зависит от причем в природе нет и причем не очень непонятно от чего ну в природе у нас вообще все немножко по другому естественным образом во первых в природе вот семечки созрели но в средней полосе это происходит где-то там в июне да то есть срок может быть растянут ему разных видов немножко по-разному вот но не только в средней полосе то есть принципе вот ну в приморье точно также в июне урожают прострелы да то есть вот это такое время семечки упали у многих видов они тут же прорастают да да то есть свежие семена как правило у них прекрасная всхожесть хотя в принципе семена прострелов особенно будучи хранимы в холодильнике они сохраняют приличную всхожесть и год и два и три то есть они не теряют ее мгновенно да вот другое дело что может быть там зайдет меньше процент но в общем тем не менее а собирать их нужно когда и вообще они же не отваливаются то есть мы снимаем саму вот эту вот семенную коробочку они отваливаются и дожидаться да но в общем когда они отвалились они могут разлететься и будешь там бегать искать где-то эти отдельные эти пики состями да это уже как бы не то вот в принципе семена прострелов очень пристойно дозариваются очень хорошо видно то есть когда ты смотришь на недозрелую голову ось зеленая еще прозрачная и сама семечка еще зеленая как только ости окрасились приобрели там темный цвет и сами семена уже стали темными и даже если ты по этой голове начинаешь проводить у тебя первые семечки начинают отваливаться значит можно все это уже взять вместе со стебельком собрать я не знаю положить там главное это не класть пакет чтобы они просто не запрели потому что там какая-то влага влага стебельке сохраняется да то есть все это при высушивании семечки дозариваются и потом нормально всходят если это семена свои тут же их сеешь в принципе при домашних мартовских посевов чем они хороши многие виды разгоняются настолько что экономится год если ты посеял там скажем флавесцинс вульгарис где-то ты вакия весной на подоконнике то следующие весной ты уже можешь в саду получить первые цветки это касается не всех видов есть некоторые которые развиваются медленнее но тем не менее при посеве свежими семенами в грунт тут же там рядом с мамой или где-то в другом месте конечно сеянцы к осени не набирают такого размера и там будет нужен еще один год для развития но зато как бы ты с ними меньше возишься почему сун трава называют прострелы я бы хотела рассказать какую-нибудь романтическую байку которые обычно пишут когда вот делаются компелитивные тексты там на какие-нибудь ботанические темы да я не буду этого делать многие растения почему-то называются так да это утеряно в веках да можно придумывать что там они ядовитые то можно наесться там какой-нибудь отвар и ты будешь засыпать или там но ядовитые или нет хотя бы ответьте нам вот что волнует они лютиковые лютиковые ядовитые практически все в разной степени но кому придет в голову это есть во первых там есть нечего во вторых это есть жалко кто-нибудь может захочет в лекарственных целях использовать уже очень практичные люди да наверное но тем не менее по моему прострелы это только для красоты вот сон трава их называют в разных местах по-разному то есть сон трава это такое более-менее официальное название в сибири их называют подснежники но как в общем в каждой местности подснежниками называют то что там цветет первым да то есть как бы на самом деле пульсатила да кстати между прочим они уже не пульсатилы карли линейл карл линей который первым описал первый прострел на самом деле он его описал как анимоны пульсатила как анимону прострельную грубо говоря да то есть потом этот рот был выделен вот в отдельные как пульсатилы долго время в таком виде существовало на мой взгляд прострелы совершенно четко отличимы от анимон тем не менее сейчас ботаники решили этот рот влить обратно в анимоны и прострелы почти все у нас теперь уже анимоны и те которые еще остались прострелами я думаю что это вот вопрос времени когда это снова сразу скажу баба яга против это не похоже ни цветком не тем как это развивается не семенами ничем то есть прострелы четко отличимы только наверное по ним видно что они родственницы родственники анимон то есть строение цветка да потом отдельная группа прострелов прострел альпийский его родственники они где-то походят на другой рот из этого семейства на наверное на адонисы вот мадонисы похоже да с другой стороны есть один загадочный прострел которого толком никто не видел он очень редкий чрезвычайно редкие растет буквально в одной-двух долинах где-то там на стыке по миру и тяньшаня прострел косточева вот он похож на анимону да у него ползущее корневище чего нет ни у одного другого прострела у него цветок похож на может быть анимону японскую но он поменьше конечно ну то есть вот когда ты смотришь на фотографию цветка без листьев ты думаешь ой наверное это анимона но мы не забываем что как бы отличительными признаками являются не только строение цветка но бывает что строение семян семена у него прострельные то есть семечка и ости это вот прострел но это является основополагающим да но тем не менее вот когда ты рассматриваешь рот и видишь вот эти крайности до стоящие вот каких-то наверное вот таких вот с двух полюсов вот этого развития да то есть одна ветка развития пошла куда-то к анимоном другая куда-то там каким-то другим родам и ты видишь это все даже вот эта ботаника она уже интересная вот внутри рода есть как бы некая систематика разбивка его на группы с точки зрения ботаники это интересным ботаником да то есть как взаимосвязь и может быть там развитие как какие первые образовывались виды какие потом из них последующие да с точки зрения садовода это интересно тем что в основном прострелы гибридизируют внутри этих групп а вот межгрупповые гибриды они как бы образуются реже реже и сложнее да что касается флоры нашей страны в ленинградской области во флоре в природе растет целых четыре вида прострелов нужно расти по крайне нет они растут да вот слава богу появились питерские энтузиасты кто ездили на природу это наблюдали все там потому что но вот мне не случилось только один раз есть ездить в окрестностях санкт-петербурга и я к сожалению приехала слишком рано и прострелы были но только в бутонах то есть вот я не видела их цвету это был только паттенс и только вернализ а вот а есть еще прострел обыкновенные в ленобласти и прострел луговой а вот есть даже места где три вида растут все сразу вместе образуют гибриды то есть там сплошной прострельный свальный грех вот это очень интересно ну да скажу прострел нож прострел наш и вообще вот наша страна это такой вот прям прострельный эпицентр на кавказе свои виды да ну там они немножко разбежались и в соседние страны там в грузии в армению но тем не менее вот у нас там тоже еще виды свои там в сибири на алтай на байкале свои они кстати до сих пор еще мало известны и мало введены в культуру на дальнем востоке свои кстати тоже одна из моих первых экспедиций на дальний восток была за прострелом который тоже на тот момент никто не видел и я могла найти только его гербарные сборы то есть я приезжала в санкт-петербург работала ботаническом саду в гербаре чтобы вообще хотя бы увидеть как это должно выглядеть потому что это по ботаническому описанию было сложно понять вообще что искать в природе вот я просидела целый день разбирая эти гербарные образцы ища точки где это растение растет вот и благодаря этому опять-таки то есть я нашла этот вид это было потрясающе потому что вот если говорить там об особенностях и крайностях рода прострел китайский вот этот это самый большой прострел я специально снимала вот таковала рядом с гербарным образцом ладонь потому что только листовая пластинка листа на больше ладони она очень своеобразной формы то есть когда ты это видишь это уже невозможно перепутать там с другими видами там в природе вот это отдельная история потому что это интересный вид куда интересно размножается у него есть свои особенности у него тоже естественно как у всех остальных встречаются цветовые и иные формы в природе я думаю что им еще стоит позаниматься вот и еще на больнее дальнем востоке нашей страны в самых холодных его мы ее точках в горных тундрах растут тоже очень редкие прострелы которые тем не менее вот в культуре в подмосковье очень даже неплохо себя ведут вот тот же самый прострел татываки который встречается у нас на наших островах на сахалине и там где-то были седа вот и прострел близкие ему прострел аянские которые очень него похож на встречается на материке да там где-то в на севере приморья там в магадане и опять-таки супер редкий очень интересный растущий в горных тундрах среди там лишайников всяческих там ягод и прочих труд тундровиков прострел магаданский спасибо большое ольга за замечательный рассказ я хочу задать вопрос нашим подписчикам есть ли у них в садах прострел и расскажите нам об этом и если у вас будут вопросы к ольге я надеюсь что она сможет на них ответить пишите подписывайтесь на наш канал до свидания